Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – аграрно-промышленный комплекс Кыргызстана. Сегодняшний урок мы посвятим изучению особенностей становления, развития сельского хозяйства Кыргызской Республики. Аграрно-промышленный комплекс – это совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве переработки сельскохозяйственной продукции и доведении ее до потребителя. АПК включает большое количество разнонаправленных взаимосвязанных отраслей производства, которые обеспечивают в условиях рыночной экономики производство сельскохозяйственного продовольствия и сырья, распределение полученного конечного продукта, обеспечение производства средствами производства, развитие инфраструктуры и ускорение воспроизводства интенсивным путем. Для каждого человека АПК имеет жизненно важное значение. Вряд ли мы можем представить нашу жизнь без продуктов питания, одежды, конечного готового продукта. Это значит, что основными задачами АПК являются обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, производство, гарантированное и устойчивое обеспечение страны продовольственными продуктами и сельскохозяйственным сырьем, доставка населению готовой продукции без потерь. Агропромышленный комплекс образуется из трех основных сфер. Первая сфера – это отрасли, производящие средства производства для других отраслей АПК. Вторая сфера – земледелие и животноводство. Третья сфера – пищевая и легкая промышленность. Также в АПК выделяют производственную и социальную инфраструктуры. Работнику сельского хозяйства важно обеспечение необходимыми техническими средствами для высокой производительности труда, а также быть социально защищенным. Таким образом, АПК Кыргызстана является сложным межотраслевым крупным комплексом. На его долю приходится 52% воловой продукции народного хозяйства республики, 40% национального дохода. На его предприятиях работает около 50% людей, занятых в народном хозяйстве. С чего же начиналось сельское хозяйство в Кыргызстане? До 20-х годов XX века в Кыргызстане господствовало кочевое животноводство. Только в Ферганской долине были земледельческие хозяйства оседлого населения. Орудия труда были примитивными, неразвитые ирригационные системы орошения земель. Сельское хозяйство в этот период развивалось экстенсивным путем. Продуктивность животноводства и урожайность сельскохозяйственных растений была очень низкой. Земледелие в целом имело потребительский характер. В советский период устанавливается тоталитарно-административная власть. Вводится централизованная приказная начальственно-плановая система. Приказным и силовым способом проводится земельно-водная реформа, коллективизация. Кочевой народ переходит на оседлый образ жизни. Начинают создаваться колхозы и совхозы. В отличие от колхозов, созданных на средства самих крестьян, совхоз был государственным предприятием. Работающие в совхозах были наемными работниками, получавшими фиксированную заработную плату в денежной форме, в то время как в колхозах до середины 60-х годов использовались трудодни. К 1940 году на территории республики были организованы 36 совхозов, 1732 колхоза, а также машино-тракторные станции. Сельское хозяйство республики специализировалось на тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве. Наряду с этим развивалось молочно-мясное направление скотоводства, птицеводства, коневодства. В этот период активно внедряются технологии по выращиванию различных сельскохозяйственных культур растений. Специализация и размещение хозяйств была связана с природными особенностями территории. Учитывалась высотная поясность. Однако в полной мере не были учтены особенности высотных поясов горной страны по природно-экономическим зонам и районам. Напомню, что 94% всей территории Кыргызстана – горная местность. Климат континентальный, сухой в высоком Теньшане, субтропический на юго-западе, Ферганской долине, умеренный в северной зоне предгорье. Кроме этого, на территории республики 8 климатических поясов, сменяющихся по высоте. Пахотные земли на всей территории республики занимают более 1 миллиона гектаров, пастбище – более 9 миллионов. Сельскохозяйственные зоны были распределены без учета природных условий механическим способом по административным районам. Таким образом, не все природно-экономические зоны справлялись с поставленными задачами по производству продукции. В советский период, наряду с недостатками в сельскохозяйственной политике, были проведены работы по улучшению породности скота, выведению новых урожайных сортов растений, приспособленных к агроклиматическим условиям Кыргызстана. Сельское хозяйство было механизировано, действовала система орошения земель, использовались минеральные удобрения для повышения плодородия почек. При совместной работе ученых и передовых животноводов в республике были выведены новые породы племенного скота. Эти животные с высокой продуктивностью и приспособлены к местным природным условиям. Особую гордость вызывали кыргызские племенные лошади, которые на международных скачках завоевывали награды. По Кыргызстану на сегодняшний день насчитывается 178 племенных ферм и заводов, расположенных во всех регионах республики. Научно-исследовательский институт земледелия совместно с аграриями проводили работы по созданию высокоурожайных сортов сельскохозяйственных растений. Значительным успехом являлась электрификация сельского хозяйства. Построение мелких тепловых, дизельных, электро- и гидроэлектростанций началось в 1935 году, когда были построены крупные ГЭС. Обеспечение сельского хозяйства электричеством проводилось по высоковольтным линиям электропередач. Малые ГЭС утратили свое значение, хотя являлись эффективными, особенно для территориально отдаленных хозяйств. Кроме этого, микро-ГЭС более экологически чистые в сравнении с крупными ГЭС. Использование минеральных удобрений первоначально привело к увеличению урожаев пассивных, однако бессистемное внесение удобрений, несоблюдение агротехнических норм привело к отравлению пахотных земель. В настоящее время предпочтение отдается использованию биогумуса. Биогумус отличается от минеральных удобрений экологической чистотой. Орошение земель на территории Кыргызстана было широко распространено еще в древние времена. На территории всех долин республики и сейчас можно встретить русло старых каналов. Наблюдать, как для орошения участков территории были проведены арыки по склонам, прилегающей к долинам невысоких гор. Впоследствии, когда стали сооружаться крупные инженерно-иригационные каналы, мелкие арыки вышли из употребления, а террасы превратились в пастбище. В начале 20 века в республике орошаемое земледелие медленно развивалось, а население жило в основном за счет пастбищного скотоводства. В настоящее время 70% всех сельскохозяйственных культур размещены на орошаемых землях. Повышение продуктивности животноводства также связано с орошением. На сегодняшний день система ирригации широко распространена, наиболее обеспечена каналами Чуйская долина. Общая протяженность инженерно-иригационных каналов республики составляет 36 тысяч километров. Для регулирования стока рек, начинающихся в высоких горах и протекающих по долинам, построены 6 крупных водохранилищ. На пахотных землях республики используются и передовые способы орошения. Например, применение закрытых орошаемых разветвлений, укладка и использование водяных трубочек, орошение через борозды, использование дождевальных машин. Однако на сельскохозяйственных угодьях испытываются трудности с обеспечением водой и эти вопросы требуют своего разрешения. Земли, пригодные для сельскохозяйственного использования, составляют около 56% от всей территории Кыргызстана. Остальная территория занята скалами, горными вершинами, маринами, ледниками, 85,5% естественные пастбища, которые используются для выпаса скота и лишь 12,3% составляют пашни. Пахотно-пригодные земли расположены на предгорных равнинах, на равнинных участках высоких межгорных долин. Сенокосные угодья в республике незначительны, а пастбища разнообразны по составу растительности, кормовым запасам, сезонности использования. Колхозно-совхозная система в рыночных условиях не могла обеспечить сельскохозяйственное производство, препятствовала личной инициативе. Поэтому, начиная с 1991 года, в республике проводится земельная и аграрная реформа. Колхозы и совхозы были ликвидированы, и земля была передана населению в аренду сроком на 99 лет. В результате в сельской местности образовались новые многоукладные хозяйства. Необходимо отметить, что из воловой продукции сельского хозяйства в 1995 году удельный вес животноводства составлял 53,4%, земледелие – 46,6%. В 2019 году удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП составлял 12,1%. В общем объеме сельскохозяйственного производства на долю продукции животноводства приходилось 47,3%, а растеневодство – 50,1%. С чем же связаны такие изменения? При реализации программы реформирования большая часть земель перешла фермерским хозяйством. До 2000 года показатели объема производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств был высок. Но уже к 2008 году начался спад во многих сферах хозяйства. К 2010 году наблюдается истощение земель, снижается урожай на сельскохозяйственных культур, возникают проблемы с переработкой, хранением и реализацией продукции. Уровень переработки овощей и фруктов составил лишь 15%, соответственно и уровень ВВП растеневодства ниже ожидаемого. Продуктивность сельскохозяйственных животных также падает. В хозяйствах снижается поголовье скота из-за проблем с кормовой базой и выходом на рынки сбыта продукции и сырья. Уровень переработки молока составляет 30%, мясо – 4%. Отсутствие взаимодействия между хозяйствами и общего планирования, устаревшее оборудование уже к 2011 году демонстрирует серьезные проблемы в сельском хозяйстве. Общие проблемы в сельском хозяйстве обозначили необходимость оказания поддержки АПК со стороны государства в правовом, материально-техническом отношении, научно-информационном, экологическом направлениях. Только единое решение этих проблем может обеспечить эффективность производственного процесса в АПК. Давайте посмотрим, на какие отрасли сельского хозяйства нужно обратить особое внимание для развития хозяйства республики. Животноводство. Животноводство в Кыргызстане многоотраслевое. В развитии и специализации животноводства большое значение имеет кормовая база. Это естественные пастбища, растительные и комбинированные корма. Естественные пастбища – огромное природное богатство Кыргызстана. Пастбище и луга располагались ступенчато на разных высотах, являются благоприятными для отгонного животноводства. В связи с разновременным вызреванием растений по высоте, для скота корм будет во все времена года. Летние пастбища занимают высокогорные районы Субальпийской и Альпийской зон. По занимаемой площади кормовым запасам и благоприятному географическому положению имеют важное значение не только для животноводов республики, но и для отдельных районов государств Центральной Азии. Из-за недостаточности корма для большинства зимних и весенне-осенних пастбищ проводится заготовка дополнительного корма на сенокосных угодьях. Вторым источником кормопроизводства является земледелие. Комбикормовая промышленность республики развивается на основе отходов переработки продукции, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Основной отрасль животноводства в Кыргызстане является овцеводство. Это обусловлено особыми природно-экономическими условиями, связанными с горным рельефом. Козоводство определено содержанием кыргызских коз азиатских пуховых пород. Пуховое козоводство является перспективной отраслью животноводства. В хозяйствах Кыргызстана скотоводство развивается в двух направлениях – молочным мясном и мясомолочным. Поддерживается племенное скотоводство. Племенная корова алатоузской породы отличается высокой продуктивностью молока и мяса. В Таласской долине распространены аулиатинские племенные коровы молочно-мясного направления. Во всех экономических зонах и районах имеются от кормочные хозяйства. Вспомогательной отраслью животноводства является яководство. Яки живут на высоте свыше 6000 метров над уровнем моря. В высокогорных районах они пасутся на скалистых и снежных пастбищах, недоступных к овцам и лошадям. Выдерживают морозы до 60 градусов, сильные бури. Яководство развивается в высокогорных районах и является выкатным производителем дешевой продукции. Свиноводство – молодая отрасль для Кыргызстана. В основном оно размещено в зерноводческих экономических зонах. Распространена мясная порода свиней. Коневодство издавна развивалось в связи с кочевым и полукочевым способом хозяйствования. Уже в первые годы советской власти были созданы конезаводы, выведены новые породы лошадей. На сегодняшний день широко распространен конный туризм, кумысо-лечение, конный спорт. В природно-экономических условиях республика выгодно табунное содержание лошадей. Потребности в корме удовлетворяются выпасом на пастбищах. Имеется возможность дальнейшего развития коневодства. Развитие птицеводства началось еще в 30-е годы. В хозяйствах республики были организованы птицеводческие фермы, которые развивались как вспомогательная отрасль. С 60-х годов были созданы крупные птицефабрики, которые работали на базе комбикормов и отходов зернового хозяйства. В условиях рыночной экономики поступление зерна из ближнего зарубежья сократилось. Местное зерно в основном используется на продовольственные нужды населения. В результате многие птицефабрики были закрыты, часть работали не в полную мощность. На сегодняшний день отрасль возрождается. Основными районами птицеводства являются земледельческие зоны пяти областей. Среди домашней птицы широко распространены куры, выращивают также индюков, гусей и уток. Шелководство также является вспомогательной отраслью сельского хозяйства. Районы развития Ожская и Джалабадская области. Агроклиматические условия этих районов благоприятны для развития данной отрасли. Основа шелководства – тутовые деревья и листья, которые служат кормом для тутового шелкопряда. Полученные нити используют для создания натурального шелка, который издревле высоко ценится. Природные условия Кыргызстана позволяют успешно развиваться пчеловодству. В республике естественные и сельскохозяйственные растения цветут не одновременно. Их цветение изменяется по высотным поясам. Пчеловоды перемещают пчелиные улья и получают разнообразные виды меда. Производится пчелиный воск, прополис, пчелиный яд, которые успешно используются в фармацевтике и парфюмерии. Рыбное хозяйство республики развито в естественных озерах и реках, а также водохранилищах. Мальки ценных рыб – форели, сига, алуабуги – выращиваются на Тонском каракольском рыбзаводах на берегу озера Иссыкуль. Ценность потребления в пищу рыбных продуктов давно определена, поэтому эта отрасль продолжает активно развиваться. Кыргызстан известен не только как республика с крупным животноводством, но и как производитель зерновых культур. Основные культуры – пшеница, ячмень и кукуруза. Специализация отрасли связана с климатическими условиями и типами почв сельскохозяйственных территорий. Есть необходимость расширения пассивных площадей и повышения урожайности зерновых культур, так как потребность в качественном продукте велика и большое количество зерна импортируется в республику из стран СНГ. Технические культуры, которые выращиваются на территории Кыргызстана, имеют экспортное значение. Кроме того, потребность в продуктах из масляничных культур с каждым годом возрастает. Для получения высоких урожаев важно определить природно-экономические зоны и механизировать труд сельских тружеников, а также расширить производственные возможности перерабатывающей промышленности. Картофель называют вторым хлебом. В регионах республики выращивают различные сорта картофеля, которые обеспечивают потребности всех жителей страны. Часть продукции экспортируется в страны СНГ. В солнечном Кыргызстане благоприятные условия для выращивания овощей и фруктов. Это экономически выгодно и результативно. Садоводство отличается большим разнообразием. Многие овощи, фрукты и ягоды, выращенные в хозяйствах, имеют высокое качество и являются экспортным товаром. В последние годы развиваются тепличные хозяйства. Выращивание винограда развивается на площадях, непригодных для выращивания других технических культур. Различные сорта винограда обеспечивают работу пищевой промышленности. При правильном планировании республика способна обеспечить население продуктами питания собственного производства из местного сырья. Кыргызстан богат и дикорастущими плодами. На больших площадях орехоплодных лесов юга республики растет грецкий орех, фисташки, миндаль, смородина, малина. Однако эти территории испытывают угрозу исчезновения из-за неразумного использования природных богатств человеком. Как мы видим, все отрасли сельского хозяйства важны для социально-экономического развития общества республики. При взаимодействии сфер хозяйства можно обеспечить высокоэффективное развитие экономики страны. А теперь предлагаю выполнить задание. За правильный ответ получаете по одному баллу. Из трех областей, лидирующих по воловому выпуску продукции растеневодства, выберите одну, где овощи созревают позже. Овощи созревают на 3-4 недели позже в Таласской области по сравнению с указанными областями республики. Определите области, лидирующие по воловому выпуску зерна и картофеля. Лидерами являются по выпуску зерна чуйская область, картофеля и сыкульская область. Определите области, лидирующие в отраслях животноводства, скотоводства, овцеводства и птицеводства. В скотоводстве лидирует Оржская область, в овцеводстве – жалобадская, в птицеводстве – чуйская область. А теперь, ребята, ответьте на 5 вопросов теста. Выберите правильный ответ. правильные ответы. Первое – географическое положение, второе – овцеводство, третье – пастбище, четвертое – еководство и пятое – табунное коневодство. Надеюсь, вы успешно справились с заданиями и достигли максимального балла. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго!